Колыбель ислама в Дагестане. Так называют село Цахур. Ведь именно здесь, тысячи лет назад, было основано первое мадресе университетского типа на Северном Кавказе. Мадресе было построено по указанию сельджукского визира Низам Аль-Мулька местными жителями, обучавшимися в Багдаде. Известный сельджукский визир Низам Аль-Мульк повелел открыть по всем халифате, в больших городах, такие учебные заведения. И они назывались Низамия. Одним из таких нашим предкам посчастливилось открыть здесь, это в Цахуре. И она является, можно сказать, первым учебным заведением такого типа на всем постсоветском пространстве. И здесь преподавали очень известные ученые того времени. Конечно, все не сохранилось, конечно, даже стены периодически постоянно реставрировались и так далее. Но здесь говорится, что здесь преподавали ученики, ученые Худжат Аль-Ислама Абу-Хамид Аль-Газали. Для комфортабельного обучения были созданы все условия. Организованы библиотеки, студенты обеспечивались бесплатным питанием и проживанием. Получать ценные знания сюда приезжало большое количество студентов из разных уголков Дагестана, а также стран ближнего зарубежья. Мадресе Низамия взрастило немало ученых, прославивших Дагестан далеко за пределами Кавказа. Мадресе Низамия выпустило огромную плеяду ученых, которые известны самыми последними, которые были здесь. Я вспоминаю известного дагестанского ученого-богослова Шайб Аль-Багини, который оставил здесь свои рукописи, оставил большой вклад не только в Цахуре, но и в другой Цахурской долине. В листах исторических книг мы можем увидеть книги, написанные собственноручно такими учеными, как Шайб Афанди, Махмуд Афанди, Джабраил Афанди и Абдуллах Афанди и многие другие ученые. Многие исторические факты сегодня стали известны благодаря переводам старинных книг. Сердце Цахурской мечети – редчайшие экземпляры рукописи и Кораны, которым несколько столетий. Мы находимся в библиотеке Цахурского медресе. На самом деле это была библиотека огромная, очень много, сотни, тысячи томов здесь были. К сожалению, та история, которая произошла в нашем государстве, не сохранила наши книги. Вот удивительные книги. Например, эта книга Усмана Аль-Цахури, книга называется «Тухфат-у-Ахбаб-у-Халидият». Написана про тарикат, про шариат, про историю. Очень интересная книга. Мне посчастливилось с моим другом как-то перевести ее, но, к сожалению, не переиздали мы ее. Таких книг, дорогие мои братья и сестры, очень много. Очень много книг здесь, которые ждут своего читателя. Отметим, что для долгого хранения столь ценных рукописей нужны соответствующие условия. В связи с этим в селе возникла необходимость открытия музея, где будут храниться старинные экземпляры. Чтобы сохранить эти книги наших предков, мы решили создать в селе музей. Музеи будут сохранены надлежащим образом, и соответствующие требования будут соблюдены по отношению к этим экземплярам. Для этого музея имелись книги, которые вы видели, исторические книги и ценные книги. Для них нужны особые условия хранения. Это температурный режим, световой режим. Нужно сохранение этих книг. Вы видите, из года в год они портятся. Все равно условия температурные соблюдать не можем. В старинных рукописях заключена как история всего села, так и памятные события, связанные с мадресе, поджоги, землетрясения, набеги. Известно, что дважды здание было разрушено и оба раза восстановлено силами местных жителей. В советские годы здесь функционировала общеобразовательная школа, и лишь в 90-х, по желанию сельчан, в стенах мадресе открыли мечеть. Сегодня мадресе Низамия нуждается в серьезной реконструкции. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные трещины как внутри, так и снаружи здания. Безусловно, духовно-нравственная жизнь села не ограничивается лишь посещением мечети. За стенами культового сооружения имамы ведут активную духовно-просветительскую деятельность. Несомненно, эта работа эффективна, в том числе благодаря взаимодействию с представителями местного самоуправления. Взаимодействие у нас идет в постоянном режиме и плотном режиме. Любое действие, любое, даже не касаясь религиозным, мы обсуждаем с имамом мечети в нашем джаване и представителем муфтиата по Цахурской долине. По роду своей работы, как глава, чаще приходится их привлекать. Я имамом работаю уже в 1990-го года. В 1990-го года, эта мечта открылась в 1990-го года. Я представитель этого духовенства. Что сказать, молодежь у нас очень активная. Джамат хороший у нас. Глава, представитель нашего цахурского джамата по горному муглу. Но, манжал-лах, все идет по плану. Говоря о работе духовенства в нашей Цахурской долине, я вспоминаю цитату, которую Саид Афанди в своей книге писал. Взаимодействие духовной и государственной власти. Он сравнивает с двумя колесами арбы. Одно колесо не будет крутиться, то эта арба не поедет. То эта власть и духовенство должны вместе идти. Точно так же мы стараемся со всеми структурами работать вместе, взаимодействуя в мероприятиях и так далее. Касательно духовных мероприятий, касательно других, допустим, скажем, благотворительных и так далее. Стараемся быть полезным людям. Быть полезными для общества – этого принципа придерживались праведные предки, которые похоронены здесь. Все, кто побывал в Цахуре, посещают зиараты ученых, читают молитвы и просят Всевышнего о прощении грехов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok